Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хэван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня поговорим с вами о такой группе препаратов для защиты растений, как авермектины. Авермектины являются природными препаратами-продуктом синтеза таких бактерий, которые называются актиномицеты. Очень приятно, что этот способ борьбы с вредителями, а для авермектинов их боятся и насекомые, и клещи, и нематоды, и многие другие вредители. В случае хорошего препарата, видите, такого очень широкого спектра действия, при этом он достаточно быстро разлагается в окружающей среде, не накапливается, не обладает фитотоксичным эффектом. И мы очень часто его рекомендуем, вот эти группы препаратов. Ну вот в руках у меня упаковочка от октофита, бутылочки нету, я уже использовал. А вот этот цедлик, вот эта картиночка, эта этикеточка осталась, поэтому я вам вот так вот и показываю этот октофит. Мы рекомендуем смеси с бетоксибацелином для борьбы с цветоедом, с тлями, с широким-широким спектром вредителей, в том числе с нематодой, и паутинным, и прочими видами клещей. Однако же может создаться в этой связи впечатление, что эти препараты являются абсолютно безопасными, и их можно использовать бесконтрольно. При всем том, это не так. У этих препаратов также имеются определенные ограничения, и хотя по токсичности, они очень-очень мало токсичны по сравнению с другими, там, скажем, какими-то химически синтезированными средствами защиты растений, такими как неоникотиноиды, это октора, как фосфорорганическими соединениями, фуфанон, ну, карбофос когда-то был, ну и сейчас он продается в магазинах, актелик, и перитроидными препаратами, циперметрин и прочие препараты. Он, конечно, гораздо менее токсичен, однако нужно помнить, что на площади, где обработка идет, вот попадание в окружающую среду в виде спрея вот этих вот препаратов авермиктивного ряда, не должны в первые сутки попадать дети, а также молодые люди до 20, до 21 года, ну, до 20 лет. Взрослые люди старшим возрасте не подвержены вообще никакому влиянию этих препаратов, а вот люди в таком возрасте и мальчики, и девочки, к сожалению, могут при высокой дозе, получении высокой дозы внутрь, испытывать, ну, в общем, не надо, чтобы дети и молодые люди находились в зоне обработки этими препаратами в течение суток. Кроме того, нужно помнить особенности этих препаратов. Например, если обрабатывать при 24 градусах паутиного клеща, а потом температура снизится до 17 градусов, то эффективность этой обработки снизится почти в 8 раз. Но всегда рекомендуемая доза настолько высока, что, в принципе, даже это восьмикратное снижение токсичности для паутиного клеща не будет влиять вот в этих пределах, там, 16, 15, 14 градусов на эффективность. Ну, сделайте чуть-чуть на 20-30% выше концентрацию, но не больше. Если же температура достигает 30-32 градусов, то эффективность этих препаратов увеличивается в 4-4,5 раза. Таким образом, ими очень хорошо работать в защищенном грунте, там, где тяжело использовать какие-то более токсичные препараты, потому что это закрытая территория, и там, где температуры достаточно высоки. И что касается эффективности в открытом грунте, то, конечно же, ими нужно работать в утренние часы, чтобы потом солнышко взошло, разогрело, чтобы они в полной мере проявили свою эффективность в течение первых суток. Дело в том, как я уже сказал, эти препараты разлагаются в течение двух суток в окружающей среде, в том числе и на растениях. И их защитный эффект практически пропадает. Если напряженность вредителей у вас очень высокая на участке, в этом случае необходимо достаточно часто повторять обработки этими препаратами. Через корни они не всасываются, через листья они не всасываются. Это и плюс, и минус, они не имеют системного действия. Однако же, можно обрабатывать даже по созревающим плодам. Помыл и съел без проблем. Вы ждете 1-2 дня, для того, чтобы на 100% быть уверенным, что эти препараты разрушились. Вот такие есть особенности применения данных препаратов. И особенно, кстати, важно обрабатывать нижнюю сторону листа. Почему? Потому что, как я уже сказал, там и селится основная масса вредителей. И препараты не имеют системного действия, не всасываются. И также они склонны разрушаться под действием солнечного света. Поэтому, как ни в одном другом случае, важно обрабатывать нижнюю сторону листа. Во всем же остальном, эти препараты, безусловно, имеют большое преимущество, благодаря своей низкой токсичности и высокой эффективности, в случае выполнения всех этих условий. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok